Януш Корчик Он умер как мученик, и легенда осветила его смерть такую же прекрасную и самоотверженную, как жизнь, которую он посвятил борьбе за счастье детей. Он написал много книг, сказок и рассказов, но самая прекрасная книга о маленьком короле Матюше. И сказка эта начинается так. Премьер-министр Тайный министр Министр справедливости Министр финансов Военный министр Господа члены Королевского кабинета министров, совещание начинается. Итак, наш старый король тяжело болен. Если он через три дня не выздоровеет, то будет плохо. У кого есть вопросы? Так что же нам делать, а? Что делать, если король... Будем советоваться, что нам делать. Я полагаю, надо позвать доктора. Пусть скажет ясно, может он вылечить короля или нет. Правильно, позовем доктора. Сейчас доктор прийти не может. В данный момент он ставит королю 24 банки. Ничего не поделаешь, надо ждать. Простите, но мы не знали, что совещание продолжится так долго и... Не пообедали. Да, это так. Попросите королевского повара подать ужин для кабинета министров на пять персон. Мы очень голодны. И... Продрогли. Продрогли, да. Ну а пока нам подадут ужин, давайте с вами советоваться, что мы будем делать, если король... Я знаю. По закону, после смерти короля на трон вступает и управляет его старший сын. Если король умрет, на трон сядет его старший сын. Но у короля только один сын. Больше и не надо. Да, но сын короля это маленький мать уж. Как же он станет королем, если он не знает, что к чему и вообще? Ничего не поделаешь. По закону том 598 королевского свода законов и предписаний, глава 13, пункт 12, параграф 11, исключение 10, примечание с 1 по 10 с добавлением 3 и 4 следует. Если король, умирая, оставляет маленького сына, то это малое дитя и должно стать королем. Это невозможно, уважаемые господа. Это невозможно, чтобы король не мог отличить дебет от кредит, а не знал, сколько нужно печатать новых денег. А займы... Это все чепуха, господа. Хуже всего, что такого маленького короля никто не будет бояться. А как он справится с солдатами и генералами? Я думаю, что такого маленького короля не только солдаты, но и никто не будет бояться. У нас постоянно будут восстания, забастовки и прочие неприятности. Я ни за что не ручаюсь, господа, если вы сделаете Матиуша королем. Но я не знаю, что у вас там будет, знаю одно. Закон велит, что по смельке короля на трон сел его сын. Ну, Матиуша слишком март! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выпьем, господа, а? Ведь если мать уж станет королем, вино ему все равно будет не нужно, ведь детям нельзя пить вино, а? Выпьем, господа. Добрый вечер, господа. А как сюда попал иностранный посол? Кто пустил, как проник? Не знаю, но полагаю, измена. Добрый вечер, господа. Я пришел сюда без предупреждения от имени моего грустного короля и требую, чтобы королем стал крошка-матюш. А если вы с этим не согласитесь, то будет война. Война? Война? Ну что ж, война? Так война. Отлично. Я сообщу об этом его величеству, грустному королю. Король скончался. Да-да-да, здравствует новый король. Да здравствует крошка-матюш. За здоровье нашего короля, матюша первого, ура! Ура! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Говорите, здесь события и такие. А. Старый король скончался. Б. Королем провозглашен его сын, крошка, мать уж. В. Кабинет министров в ответ на ваше заявление решил, пусть будет война, а подписал это их премьер-министр собственный, хотя и пьяный рукой. В. Кабинет министров в ответ на ваше заявление решил, Если мать уж не станет королем. Они сказали, война. Ну, я же вас просил. Экстренный выпуск! Ваши сообщения! Хватайте новости! Гладайте события! Хватайте события! Хватайте новости! Гладайте события! Что делается? Хватайте! Хватайте! Купите газетку! Купите газетку! Купите газетку! Ночной выпуск! Кризис кабинета министров! Министры поссорились! Вольна война! Кто кого? Как поступит наша валютка? Как поступит наш король? Купите газетки! Вольна! Кто? Эх, братики, солдатики! Лазарь ловит светики! Ваше Величество, господа, совещание начинается. Итак, война. Война, Ваше Величество. Ваше Величество, я прошу слова. Говорите, прошу вас. Ваше Величество, господа, к глубокому сожалению, я должен вам сообщить, что не могу больше работать и вынужден оставить свой пост по болезни. Мне очень жаль оставлять короля одного в такую тяжелую для нас и для Отечества минуту, но... Ваше Величество, то же самое вынужден заявить и я. Примите и мою отставку. Тоже по болезни? Нет, по семейным обстоятельствам. Ваше Величество, в газетах уже писали, что я ухожу. Примите мое прошение об этом. И мое. Доктор Милый, что мне им сказать? Сейчас война. Сейчас война, господа. И нет места болезням, усталостям и неприятностям. Вы, господин премьер-министр, и вы, господа, знаете все дела, поэтому вы должны остаться. А вот когда мы выиграем войну, тогда поговорим. Ну, тогда... Ну, тогда... Совещание окончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За гаджи королевского парка. Это ужасно. Когда теперь увидимся? Теперь не скоро. Завтра... Убегаю. Убегаешь. На фронт. Завтра убегаю на фронт. Эх, братики, солодатики, лазарь, главнокомандующий нас шляпа. Что значит шляпа? Это кто шляпа? Генерал ваш шляпа, главнокомандующий. А вы что, ничего не знаете, что ли? Откуда мне знать? Знаешь, Фелик, должно быть, я очень несчастный король. Считается, что я управляю государством, а на самом деле я делаю то, что мне приказывают. Вам приказывают? Кто? Министры. Не, ну, может, раньше, когда вы не были королем, вы могли что-то не позволять, приказывать. Теперь-то... Теперь в ост-то раз хуже. Этих министров целая куча. Ясно. Значит, они вас обманывают, а вы с ними нянчитесь. Ваше Величество даже ничего не знает, что делается у него в стране. О, посмотрите газетку. Тут все ясно напечатано. Войско две недели, как в дороге, проиграло два сражения. Главнокомандующий, а столом. Как же так? Значит, они меня обманули. Значит, не я буду защищать народ, а народ будет защищать меня. А как же королевская честь? Значит, я король, король Матюш. Только для того и король, чтобы носить корону и выходить по праздникам к народу на балкон. Ну, нет. Если они так думают, то они плохо знают Матюша, Фелик. Слушай, Ваше Величество. То, что я тебе сейчас скажу, это тайно. Слушай, Ваше Величество. Сегодня ночь. Сегодня ночь, Ваше Величество. Я убегаю. Вы убегаете, Ваше Величество. С тобой на фронт. Э-э-э, Ваше Величество. Ваше Величество. Не Ваше Величество. Постой, а кто я буду? Ну, как мне себя назвать? Я буду Томек. Ты для меня Фелик, я для тебя Томек. Слушай, Томек, если нас будет двое харчей, должно быть в два раза больше, колбасы, хлеба. Я проберусь на кухню, все достану. Ты жди меня сегодня в полночь, в кустах у ограды, там, где всегда. Слушаю, Ваше Твое Величество. Просто Томек. Слушаю, Томек. Эх, вы, братики, солдатики, лазоревые цветики. Томек, ку-ку. Ку-ку, Фелик. Ку-ку, Томек. Ку-ку, Фелик. Ку-ку, Томек. Ку-ку, Фелик. Ку-ку. Ку-ку. Рота! Перед балконом у Королевского Величества! Парадным шагом! А с левой ноги! Шагом! Хрест! Хрест! Куда шагаешь ты, браток? Пока! Пока! Не жмёт ли правый твой сапог? Не жмёт! Не жмёт! Не жмёт! А кто, солдат, тебя послал? Король! 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 А что сказал твой генерал? Герой! 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 Ой! А с чем идёшь ты в дальний путь? Свою! Свою! А-ха! А чьё подставишь пули берут? Свою! Свою! Ты смерти ждёшь или наград? Наград! 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 А рад ли ты в войне солдат? Не рад! Война, ведь это не парад! Рота! На погрузку в вагоны! А с левой ноги! Шагом! Хрёст! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Или путя повредили. Вот и стоим. Не уж, что-что. Мосты наши хорошо стерегут. Ну, значит, путя повредили. Или, может быть, это паровоз, мины повредили. Вот стоим. Или, 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 а может, будет проезжать королевский поезд. А на кой чёрт ему здесь разъезжать королю-то? Его ещё здесь не хватало. Нет, нынче короли на войну не ездят. Это, может быть, другие не едут. Нет, короли теперь не ездят. Это раньше, может, было. А куда ты знаешь, что раньше было? Ты вот скажи, сколько королей убило на войне, а сколько солдат? Ну да, тоже сравнил. Король-то ведь он один. А солдат-то... А тебе что, одного мало? Наплачься и с одним, с ним. Сказ, с королём-то. Ну да, так уж заведено. Короли сами по себе. Ну уж мы сами по себе. Вот что, ребят, давайте споём. Да что-нибудь повеселее. Молодцы, кролики! Поехали! Вперёд! Победа! Слыхал, чё люди говорят? Погодись, не то услышишь. Кто мы? Ку-ку? Ку-ку, дядя Олег. Ух ты, ну ты, матерь Божья! Это что такое? Эй, вояка, тебе сколько лет? Пятнадцать, пошёл семнадцатый. А это что за кукла? Это не кукла, это мой младший брат. Амит, откуда? Длинные истории, дяденька, всего не рассказал. Эх, ребята, ребята, у вас ничего не получится. Поручик у нас аспит. Ваш убедит и ваш выбросит. Ну, и нам достанется. Если нас выбросит, мы пойдём к пешку. Заткнись, ты всё дело испортишь. А это что за вояки? А мы такие же вояки, как и вы, только немножко поменьше. Отец наш взводный инвалид на отставке на прощание нам так сказал. У настоящее солдат ноги для похода. Точно! Глаза, чтобы видеть, тюш, чтобы слышать, а язык, чтобы держать его за зубами, пока их не откроют ложки с солдатским супом. Точно! Солдат одним ружьём может защитить одну голову, одним глупым языком может погубить весь отряд. Точно! Забавные жулики, ребятки, лазаривые цветки, не учат вас громадки, не учат орехов петь. Хватит петь-то, в мешке что? А, вот, посмотрите! А во фляжке? Вот! Ой, забросил я! Громадько! Забыл, прорехов петьку! Эй, братьки, солдатки, лазаривые цветки, королевский коньяк, королевская закуска! Опять стоим! Чего стоим? А это... Вы что за птицы-то? Они жулики, а? Вы не жулики! Эх, братики, солдатики, лазаривые цветки, не учат нас грамматики, не учат арифметики! Послушай, да на кого же он так похож-то? На кого, на кого? На человека? Вот что, чертенята! Пока стоим, залезайте в вагон, обогрейтесь, там разберемся! А ну, живо! Парш! Поехали! Вперед! Победа! Эх, братики, солдатики, позорвая цветки, не учат агроматики, не учат арифметики! Э-э-э-э-э-э! Ха-ха-ха! 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 Добрый вечер, это я. Прозевали короля. То есть, как так прозевали? Убежали или украли? Дайте весь мой кабинет. Меня слышно или нет? Мы все слышим и все знаем, кое-что предполагаем. Нам отчизна дорога, это происки врага. Перестаньте вы болтать, указания выполнять. Все расследуйте, узнайте, скорее сообщайте. Мы к утру должны решить. Как без матюши жить? Дайте мне, премьер-министр. Все узнал довольно быстро. Здесь мятеж или измена? Нас спасет теперь подмена. Это как же вас понять? Попрошу не прерывать. По портрету короля закажите куклу. Для? Для того, чтобы народ знал, что матюш живет. Будто наш король в столице жив, здоров и веселится. А ваш король в сопляк. А ваш старое колото. Воевать, что ли, во сне кому? Детей набрали. Ишь, опять огрыжаются. А бормоты? Босяки. Мозилла? Заткнитесь. А вы стрелять учитесь. Еще вас научим. Ребята, ложись. Попали пальцем в небо. Что за свист кто кричал? В корцер загадел шалопань. Встать. Встать. Вольно свирра. Завтра будет сражение. А сегодня всем сидеть в окопах. Пушку зарядить. Ружья выставить. Пулеметы заправить. Разговоры отставить и ждать. Солдат должен знать одно. Подчиняться, не мешкать, не рассуждать. Приказ выполнять неправедление. Вперед, так вперед. В тыл, так в тыл. Назад, так что? Вперед. Ура! Правильно, поросята-кролики. На войне, как на войне. Солдат встал. Ты, да, солдат. Правильно. А на позицию. А с левой ноги. Шагу. Христи. Их, братья. А пальцом. А пойдешь в разведку. Ты переодеться. А как же я? А ты пойдешь в другую вахту. Будешь знать, как зад под пули подставлять. Герой. А значит так. Пролезешь под проволочные заграждения и разнюхаешь... А где у них арсенал? Ты хоть знаешь, что такое арсенал? Ты даже у меня что тут не знаешь-то? Тихо молчать, Томику отвечать. Как точно знаю, арсенал и склад оружия порга патронов. Правильно. Ну, значит так. Разнюхаешь, что где? И назад. А нарвешься на часового, скажешь, а заблудился. Не возражать! Не возражать! Ну, эх вы, поросята-кролики. Ну, ни пуха, милый, ни пера. Смирно! Вольно лечь! Ну, я пошел. К дьяволу, к богу в рай. Не хочу больше служить в пехоте. Куда пойдешь? Да ты не бойся, тебя одного не брошу. Подожду, пока вернешься. Только смотри там осторожней. Если что, ты мне сразу ку-ку. Не беспокойся, Фелик. Я скоро. Поехал. Манитра. Выбор... Фраг. Поехал. Фраг. Поехал. К тому, что же не вклубazon. КОНЕЦ Мальчик, мальчик, что ты тут делаешь? Хату нашу спалили, мамка куда-то ушла, куда? Мальчик, не знаю куда, война! А! Мальчик, ну, будет плакать, ну, давай лучше штамнова позвони. Алло, дежурный, мальчик тут, что? Ну, такой вот маленький хороший мальчик. Да нет, сам пришел. Плачет, говорит, хату спалили, мамка куда-то ушла. А куда? Вот и я не знаю. Он у нас ничего, только когда выпьет, ругается очень громко. Ну, ладно, ладно. Велел здесь ждать. Говорит, сейчас сам сюда придет. Вот и ты не плачь, мальчик. Война, она для всех война. А зачем война? А черт ее знает. Этот? Этот. Как зовут, малыш? Томек. Так вот, Томек, можешь оставаться при войске. Получишь каску, солдатский котелок, суп и деньги. Ну как, подходящие, а? Ага! 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 Что ага? Что ага? Ты, подожди, я должен тебя испытать, проверить. Посмотреть, на что ты способен. Что ты за фрукт? Вот тебе задание. Ты должен пробраться к Матюшу, к неприятелю, значит, и посмотреть, где у них арсенал. А что это арсенал? Вот тебе на. Как же тебе это объяснить? А ну иди сюда! Иди сюда! Так, вот так. Садись, смотри. Замечай. Вот здесь у нас снаряды, значит, пушечные. Вот здесь за сараем. А вот здесь в трех сослах склад, где лежат все бомбы. А вот здесь в болоте, где по суше порох и патроны. Ну как, понял, что такое арсенал, Янык? Томок я, Томок. А ты упрямой тебя не собьешь. Ну как, понял, что такое арсенал? А? Да это так все у вас. Правильно. Толковый малый. А теперь должен пробраться к неприятелю королю мать, чушу, значит, и посмотреть, где все это спрятано у них. Ясно? А теперь ступай, а мы тут пошумим, чтобы там не слышно было, как ты здесь ползешь. А ну, давай громче, 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 разве ж эта музыка? Вот эта музыка! Вперед, кошек, смелее, морщик! Вот это ядость, а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! Слышите, какой там шум, тарарам? С ума не посходили, что ли? Тише, тише, черки. Ползет вроде кто-то. Ползет? Ну-ка посвети, дай ракету. Ракету? Ракету не надо. Ракет не надо. Ракеты не надо. Ну, не надо, так не надо. Вернулся. Что на лбу? Пустяк царапит. Ну, говорил же, будь осторожней. О, вернулся. Живой. Что на лбу? Что на лбу? Да пустяк царапина. Пойдем поручика позовем. Пойдем. Послушай, да на кого же он так похож? На кого? На человека пошли. Ку-ку, Фелик. Ку-ку, Ваше Величество. Послушай, Фелик, там я познакомилась с их часовым офицером. Ничего, люди как люди. Один веселый, кричит, хохочет, другой грустный, печально играет на гармонике. Если б мы их раньше знали, а не нас, может, и войны бы не было. Ну, не сдаваться с нам теперь. Рота! Смирь! Ну что, героя сгнал, говорит, окладывай. Здесь все точно указано. Три сосны, сарай, болото. Так. Здесь, значит, так. И здесь, значит, так. Ну, раз так, значит, так. А пойдем со мной. Генералу представлю. Доложишь все сам. Делай шаг вперед. Крыст! Направо. У? Генералу. Шага. Крыст! Герой. Но на кого же он так похож? На кого, на кого? На человека. Эх, знал бы наш король сопляк, крошка Матюш, что его одногодки-то тут отличаются. Не очень принимал парады в столице. Парад в столице кто? Кто, кто? Король. Тут газетку-то почитай. Король Матюш принимает парад в столице. И картинка вот. Не учат у вас грамматики, не учат арихметики. Ну, не знаю, может, кто и принимает парады в столице, только не король. Это почему? Потому что нет его короля в столице-то. А где ему быть королю, как не в столице? Да ты что такое говоришь-то? Куда гнешь-то? Подожди, подожди ты. Что ты? Ну и что? А то, что он, он сам сюда идет. Рота! Смир! Рты закрыть, огонь открыть! Стрелем три раза и пойдем домой. Аккуратно завязай. Бей по соснам, по болоту и в сарай. Тр-р-р-р-гон! Делыхрязь. Раз! Делыхрязь. Два! Делай хрят! Три! Просыпную делай! Хрят! Огонь! Генерал! Иди смотри! Это я, ваш генерал! Звал поручик? Точно звал! Ваше благородие! Мы победили вроде бы! Вроде бы, да! Молодцы, ребятки! Славно послужили! Приказ военного министра от сего дня, года и месяца. От имени короля Матюша благодарю и награждаю вас, солдаты, за взрыв, вроде бы так, вражеского арсенала и за отлично службу на пользу Отечеству и во славу короля. С победой вас, ребятки! Службы, дружбы, не дружбы, вашество, вашество! От имени министра вручу награды. Быстро! Батюшки, он сам сюда идет. Неприятель отступает. Вас король благословляет. Всех солдат благодарит. Он устал и корепко спит. Просыпную дела и крест! Батюшки! Эх, братики! Солдатики! Лазори мои! Цветики! Да здравствует великий победитель, король Матюш Первый! Ура! 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 Куда шагаешь ты, браток? Домой! 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 Не жмет ли правый твой сапог? Домой! 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 А кто, солдат, тебя послал? Домой! 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 А что сказал твой генерал? Домой! 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 Субтитры создавал DimaTorzok